сегодняшняя тема лекции менингококки и менингококковая инфекция со времен открытия в 1887 году вексельбаумом возбудителя цереброспинального менингита представление о микробе о клинике значительно изменились морфология менингококки диплококки имеющие форму кофейных зерен размером 0,5-1 микрометра в мазках располагаются одиночно спорт не образуют могут иметь капсулу грамм отрицательны в отличие от стафилококков и стрептококков культивирование тип дыхания аэробный очень требовательны к питательным средам культивируют на средах содержащих сыворотку кровь астетическую жидкость во внешней среде неустойчивы воздухе их не удается выявить уже через 30 минут после выделения из организма больного при кашле при комнатной температуре погибают через три часа однако в последние годы врачи стали свидетелями постепенного приобретения менингококком устойчивости к антимикробным препаратам только 30 процентов циркулирующих в москве штаммов менингококков были чувствительны к пенициллину антигенная структура по капсульным антигенам менингококки делят на 8 групп доминирующими являются первые три группы а, b и c токсин менингококков это липополисахарид клеточной стенки он выделяется в кровь и спинномозговую жидкость при гибели микробной клетки эпидемиология естественный хозяин человек и поэтому менингококковая инфекция это строгий антропоноз основным источником являются не больные а здоровые носители число их сотни и даже в тысячи раз превышает число больных наиболее часто носители выявляются зимой и в начале весны когда наш иммунитет особенно ослабевает одним из факторов влияющих на частоту носительства является теснота общения между людьми это подтверждается исследованиями по выявлению носительства в так называемых закрытых коллективах круглосуточных детских учреждениях общежитиях психиатрических больницах тюрьмах воинских частях соединенных штатах америки менингококковая инфекция стала серьезной проблемой закрытых коллективов особенно воинских примерно в течение первых трех месяцев менингококковая инфекция охватывает почти всех вновь прибывших и носительство составляет пятьдесят шесть девяносто процентов высокие показатели заболеваемости и в европейских странах основной центр распространения менингококковой инфекции африка менингококковый менингит в африке известен как эпидемическое заболевание среди факторов обуславливающих высокую заболеваемость населения африканского континента исследователи называют социальный и природный факторы показано что разница заболеваемости белого и чернокожего населения объясняется исключительно социальными условиями жизни для менингококка серогруппы а характерна 30-летняя цикличность патогенез первичная локализация возбудителя носоглотка оттуда микроб проникает в лимфатические сосуды кровь развивается состояние бактериемии менингококки вызывают гнойное воспаление оболочек головного и спинного мозга клиника к локализованным формам относят менингококковое носительство и назофарингит к генерализованным формам относят менингококцемию менингит и менингоэнцефалит инкубационный период колеблется от двух до десяти дней при назофарингите основные симптомы головная боль заложенность носа головокружение кратковременное повышение температуры тела при менингококцемии кроме резко выраженных явлений интоксикации появляется геморрагическая сыпь сыпь в виде неправильных звездочек локализуется на ягодицах на бедрах на голенях и на внутренней поверхности предплечий могут быть кровоизлияние склеры слизистую оболочку зева общее состояние очень тяжелое отмечается высокая лихорадка при менингиальной форме поражаются мозговые оболочки менингиальные симптомы появляются уже в первый день и быстро нарастают позднее возникает характерная менингиальная поза больной лежит на боку запрокинутой головой и согнутыми в коленных и тазобедренных суставах ногами а при менингоэнцефалите еще добавляются очаговое поражение мозга в виде двигательных нарушений поражение зрительного слухового нерва иммунитет напряженный повторное заболевание возникают редко лабораторная диагностика исследуемый материал зависит от клинической формы при назофарингите это носоглоточный мазок при менингите это спинномозговая жидкость и носоглоточный мазок а при подозрении на менинга кокцемию кровь соскоб из геморрагических элементов сыпи успех бактериологического исследования зависит от техники взятия проб и метода транспортировки в лабораторию материал забирается натощак до начала лечения антибиотиками ориентировочный метод это микроскопия мазка и засадка ликвара это единственный способ подтвердить диагноз при молниеносной форме когда заболевание развивается считанные часы или минуты и спасти жизнь больного удается не всегда ведущий метод бактериологический носоглоточную слизь засевают в две чашки с 20 процентным сывороточным агаром в одной чашке добавляются антибиотики чтобы подавить рост сопутствующей микрофлоры спинномозговую жидкость засевают в 20 процентный сывороточный агар на второй день исследуют посевы выросшую культуру идентифицируют по морфологическим признакам по тенкториальным признакам и по реакции на оксидазу в связи с тем что в носоглотке обитают не патогенные нейсерии которые по морфологии очень похожи на менингококк их надо дифференцировать по росту на сывороточном агаре и температуре 22 градуса или 37 градусов серо логическое исследование это реакция прецепитации это реакция непрямой гемагглюцинации для ранней диагностики можно использовать определение фагоцитарной активности лейкоцитов экспресс методами является реакция иммунофлуоресценции она высокочувствительна и специфична разберем лабораторную диагностику на конкретных примерах в клинику поступили двое больных с подозрением на менингит у пациентов взята спинномозговая жидкость у одного пациента эта жидкость мутная а у второго прозрачная у кого из них менингит предположить менингококковый менингит можно у больного с мутной жидкостью потому что возникает гнойно воспалительный процесс еще одна задача в больницу поступил больной с высокой температурой и симптомами менингита в мазке со слизистой зева при микроскопии обнаружены грамма отрицательные диплококки и врач ставит предварительный диагноз эпидемический цереброспинальный менингит это правильно нет с диагнозом согласиться нельзя дело в том что в норме в полости рта и в зеве обитают многие грамма отрицательные диплококки и эти данные считать достоверными нельзя надо выделить возбудитель в чистом виде профилактика борьба с менингококковой инфекцией включает комплекс мероприятий это активное выявление больных на зафарингитом выявление носителей обязательная госпитализация больных уменьшение скученности людей и карантин в детских учреждениях контактным лицам вводится гамма глобулин существует химическая полисахаридная вакцина приготовленная из менингококков группы а для лечения вводится массивная дозы антибиотиков и это чаще всего цефалоспорины благодарю за внимание devastated а также и и и и и Продолжение следует...